Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами смотрим наш урожай винограда в теплице. Анюта такая красавица, такие ярко-розовые ягоды прямо вот аж горят. 15 сентября сегодня. Опять же в теплице вот стоило убрать огурцы и помидоры, сразу мы увидели результат. Анюта у нас всегда созревала позже, а тут радует и цветом своим, и вкусом, и сроками. 15 сентября у нас сегодня. Анюта считается 140 дней созревания. Тем не менее, она уже готова. При этом теплицу мы, скажем так, открыли в этом году поздно. Мы специально сдерживали рост, поскольку май был очень холодным, было опасно заморозков, и не было возможности здесь сидеть и что-то караулить. Поэтому специально сдерживали рост, сделав лишнее укрытие. Старт здесь начался достаточно поздно, тем не менее, прекрасно созрело. Тоже ничего не нормировали. Две грозди на побег, хорошая крупная ягода и такие очень приятные грозди. Ягода мясистая, в меру плотная, сочная, с приятным легким мускатом. Вот эта красота, это одесский сувенир. Это его первое плодоношение. Он у нас на прививке 2 года назад. Я так немножко поэкспериментировала. Прививка зеленая в зеленое без пробуждения. Не было у меня надежды, что что-то получится, но вот получилось и даже не что-то. В прошлом году вырос хороший, сильный, мощный побег. Даже видно, вот это вот толстая, это он. И вот на нем такие красивые грозди. Очень красивая ягода по цвету, по форме. Такая довольно крупная грозди. Тоже красивые такие ежики. Прям вот хочется на них смотреть и смотреть. На 15 сентября он полностью готов. И мы его будем срезать. Ягода приятного гармоничного вкуса. Такой хрустяще-сочная. Немножечко может присутствовать такая приятная терпкость. И даже, может, это уже мое личное восприятие. Мне кажется, что какой-то даже очень легкий мускатик. Ягода очень вкусная. При таком внешнем виде, скажем так, все при нем. Как-то где-то слышала, что у нас может не созревать, но в теплице он созревает прекрасно. Две грозди на побег, нормальная нагрузка. Повторюсь, 15 сентября полностью готов. Нормировок мы тут никаких не проводили. Антоний Великий, как всегда, на высоте. Вот одна часть куста. И вторая. Грозди у него по сантиметров 30. Так, в среднем. Вот такая довольно крупная ягода, очень сочная. В этом году, как в теплице, убрали середку, огурчатые помидорчики. Ничего не садили. То есть созревание у нас пошло раньше. Несмотря на то, что сезон такой сложный. Опять же, камера не всегда передает нужный цвет. Вот Антоний сейчас такой молочно-желтый. Очень красивого цвета. 15 сентября у нас сегодня. Сахар в ягоде 18. Ягода приятного сладкого вкуса. Очень сочная. Она прямо вот взрывается во рту. И такая очень свежающая, жажда утоляющая. Но я вообще использую Антоний Великий для приготовления вина. Уже несколько сезонов как. Получается такое приятное, легкое вино. Белое по цвету, хотя я делаю по красному способу. У него замечательнейшая сокоотдача. Вот если ягоду отжать, даже вплоть до руками, немножко жмаха только останется. Все остальное это сок. Поэтому замечательно. Вот он для приготовления соков. Соки один год мы тоже ставили. Но потом решили все пускать на вино. А вот Антоний в переработке. Вот эта юмкость, она на 50 литров. То есть где-то 35 литров чисто ягод, без грибней. У нас получилось всего лишь с трех погонных метров шпалера. Сенатор Павловского. Пока что небольшая гроздочка. Дело в том, что мы вообще его выращивали в открытом грунте. Один год, в принципе, на солнечной стороне шпалера неплохо созрел. Но ввиду того, что последние годы у нас очень сильно сокращается вегитационный период. То весна не очень, то лето не очень, то еще что-нибудь не очень. Мы решили попробовать перенести его в теплицу. И вот здесь он на прививочке. Ну, что вам хочу сказать, что, конечно, мы распробовали наконец-таки. И сорт просто обалденный. Ну, вот здесь гроздочка, рядышком, вон еще одна есть. На 11 сентября все он полностью готов. Очень сладкий, очень яркий мускат. Хрустящий, сочный. Берешь ягодку, она прямо во рту взрывается. И вот этот вот палитра вкусов. Просто даже сложно это словами описать. Потому что очень вкусно. Вообще, аромат муската у него появляется очень рано. Но поздно уходит кислота. Вот для того, чтобы ушла кислота, ему нужно тепло. В открытом грунте, да, он у нас ароматику набирал. Но еще оставалась кислота. И, ну, конечно, для вкуса так себе. А вот в тепличке на 11 сентября все абсолютно полностью готов. Никакой кислоты, только сладость, мускат, сочность. Ну, очень-очень вкусный. Ну, с лозой у него никогда проблем не было. Все нормально вызревает. И, конечно, вот в тепличке мы его будем оставлять. То есть мы так решили, что, ну, попробуем, получится, получится. Получилось обалденно классно. Стоит того. И теперь он у нас будет жить в тепличке. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!